добрый вечер уважаемые друзья с вами александр калинин рад всех приветствовать эфир будет короткий поэтому пожалуйста подключайте сделайте перепост и буквально пару минут общаемся с вами надеюсь у всех все хорошо уже выходные можно будет провести время семьей многие уже решили вопросы с патентом многим понятна ситуация по поводу продления регистрации что все происходит автоматом сегодня был в равенском видели эфир и николай после эфира он тоже поделился с себя в соцсетях говорит очень много граждан республики молдова обращались ввиду того что жалко что не попали на встречу поэтому друзья принимаем решение с вами совместно и сейчас я предложу а вы уже скажете как мы все это совместно с вами реализуем пожалуйста делайте перепост для того чтобы довести информацию до всех граждан республики молдова я вам говорил что это очень важно это самый сильный у нас с вами ресурс на сегодняшний день так друзья я надеюсь что меня слышно хорошо вижу что связь хорошая поэтому начинаем с вами вести эфир друзья по поводу сегодняшнего эфира в равенском вы видели что возникли сложности я приехал дорога конечно была сегодня пятница очень тяжелая два с половиной часа туда два с половиной часа обратно но это стоило того потому что во первых мы решили вопрос по обращению наших граждан второе в том что вы все наглядно видели как происходит непосредственно сам процесс продления регистрации если он вам нужен вам понадобится в том случае что работодатели пытаются себя застраховать они не знают действия указа президента соответственно просит чтобы были действующие документы и их никто не штрафовал за привлечение иностранной рабочей силы для того чтобы находиться на территории российской федерации вам никуда не надо обращаться до 15 сентября автоматом продлевается для того чтобы обратиться центре временного извините сегодня было много обращений с гражданами по поводу центра временного содержания обращаются и спрашивают почему не могут сейчас выдворить граждан до 15 сентября все граждане которые находятся в центре временного содержания не будут выдворяться с территории российской федерации и соответственно вы с любой целью визита можете обратиться и центр сахарова для того чтобы оформить патент и центр гринвуд и во все центры для оформления разрешительных документов субъектах российской федерации друзья мои ввиду того что много граждан которые хотят встретиться давайте мы с вами постараемся создать инициативные группы инициативные группы будут касаться не только российской федерации создавайте пожалуйста инициативные группы в европейских государствах я ближайшее время буду выезжать в республику молдова уже с молдовы буду по возможности выезжать и в европейские государства для того чтобы с вами встречаться обсуждать какие проблемы у вас непосредственно в странах пребывания будет серьезная работа проведена и с гражданами которые находятся на территории республики молдова мы будем решать вопросы встречаться и с пенсионерами и социально незащищенными слоями населения с бюджетниками все категории граждан мы охватим и здесь мне нужна будет ваша помощь поэтому давайте мы создаем инициативные группы каждый гражданин который чувствует что он готов к тому чтобы быть причастным к новым страницам истории республики молдова и оказать поддержку своим родным близким соотечественникам пожалуйста друзья пишите мне ватсап на номер плюс 7 999 999 01 80 еще я выставлю пост где этот номер будет пишите что вы готовы создать инициативную группу и сразу указываете российская федерация москва район ярославского шоссе допустим тот который на территории москвы и юго-запад если вы находитесь в других городах значит пишите московская область колонна московской области раменский район и мы будем с вами создавать инициативные группы и когда будет большое количество граждан буду выезжать пока еще на территории российской федерации буду выезжать будем встречаться будем обсуждать если надо будет будем решать вопросы с начальниками управления по вопросам миграции территориального будем встречаться с руководителями комиссарами начальниками полиции в д вашего района будем все эти моменты непосредственно решать как говорится на земле для того чтобы быстрее заставить работать указ президента все вопросы мы решим но мы составим график в зависимости от того насколько вы будете активны составим график и будем выезжать сможем одну встречу день проведем если надо будет будем проводить несколько встреч в день для того чтобы как можно эффективнее мы провели работу с нашими соотечественниками и каждый гражданин республики молдова чувствовал себя защищенным на территории российской федерации сейчас а дальше и будем распространять всю нашу деятельность на территории всех стран и мы с вами это сделаем и сделаем только совместно дорогие мои друзья поэтому еще раз номер телефона плюс 7 999 999 01 80 пишите уже прямо сейчас потому что в ближайшее время мы уже будем проводить совместно встречу возможно мы соберем всех инициативных ребят которые сейчас откликнутся мы соберем определимся где для того чтобы я вас научил как правильно общаться с представителями правоохранительных органов для того чтобы я вам разъяснил все моменты с которыми вы столкнетесь а дальше вы будете уже разъяснять через соцсети в физическом общении в живом общении с гражданами республики молдова тогда мы с вами охватим еще больше территории для того чтобы помочь всем гражданам республики молдова действительно вопросов очень много я приношу свои извинения друзья вот какие-то вопросы потерялись даже есть поздравление 12 числа с днем россии я вам только сейчас отвечаю действительно очень большое количество поэтому не состояние физически отвечать на все вопросы и в том что действительно вопросы повторяющиеся поэтому друзья мои делайте перепост для того чтобы граждане видели предыдущие эфиры не скидывайте просто номер я об этом уже говорил в прошлых эфирах скидывайте непосредственно уже мои лайфы мои эфиры для того чтобы граждане просмотрев понимали многие пишите что как бы вы видели эфир но кто-то вас там дезинформирует и после того когда я еще раз уже лично сегодня много звонков сделал извиняюсь за поздние звонки сейчас время позднее я извиняюсь за то что вам звоню в это время но те случаи которые я вижу что вы действительно очень переживаете я все-таки вам позвоню для того чтобы лично пообщаться и после этого вы успокаиваетесь а ваше спокойствие для меня является самым важным так что друзья мои жду ваших сообщений как можно быстрее времени действительно остается мало до отъезда поэтому мы с вами должны все оперативно решить и самый важный момент в том что и на территории республики молдова тоже понадобится ваша помощь вы знаете что мы идем к серьезным приняли серьезное решение идем к серьезным моментам в реализации этого всего и каждый из вас кто готов поддержать должен будет выполнять то что он на себя может те обязательства которые на себя может взять много предстоит работы очень много предстоит работы и этот первый шаг наверное он самый легкий остальные моменты они будут сложные но без них невозможно будет что-то изменить в нашей стране только совместно друзья мои только совместно поэтому не оставайтесь стороне через несколько лет вы будете гордиться этим шагом который вы сделали потому что вами будут будет гордиться ваша страна только мы сейчас именно уже спустя практически 30 лет с момента провозглашения независимости республики молдова только сейчас мы сможем с вами реально изменить ситуацию потому что мы видим что одни и те же люди одни и те же лица одни и те же партии и тот бардак который происходит сейчас у нас стране он уже ни в какие рамки не лезет уже в парламенте смеются по вопросу того перекуп депутата политический туризм один из депутатов вообще предложил обложить налогом тех депутатов которые взяли деньги за то что перешли с одной фракции в другую но скажите мне это вообще нормально я думаю что нет но пока вот эти люди у власти которых мы знаем уже на протяжении этих 30 лет и эти партии ничего не изменится каждый из вас должен решить для себя хочет он что-то поменять или нет если хочет то для этого необходимо что-то делать а что делать мы с вами решим в дальнейшем поэтому друзья мои пишите пожалуйста и в ближайшее время уже с каждым из вас я выйду на связь по возможности мы встретимся и будем встречаться в ваших районах определимся где какие места может сразу у в д ли сразу в региональных или территориальных подразделений главного управления по опросам миграции для того чтобы сразу решать все вопросы граждане республики молдова будут себя чувствовать комфортно не только на территории россии но и во всех странах где вы сейчас находитесь но самое главное что мы будем чувствовать себя комфортно домой дома и нам никуда больше не нужно будет уезжать это самое важное когда мы с вами видим как растут наши дети как делают первые шаги когда у нас есть возможность ребенка провести садик 1 сентября первый класс в одиннадцатом классе последний звонок это все очень важно когда мама имеет возможность свою дочку собрать на первое ее свидание это же важный момент и они только раз жизни происходят а у нас к сожалению этой возможности нет потому что мы с вами постоянно работаем за рубежом и эти моменты мы упускаем а их никто нам не вернет жизнь только одна друзья мои поэтому самое важное это семья сохранение семьи семейные ценности не просто заявлять пустые заявления делать а на самом деле вы знаете жизнь она течет и соответственно есть свои законы в жизни мы должны видеть как растут наши дети и мы должны быть спокойны за наших стареющих родителей мы должны каждый вечер с вами зайти к родителям сказать спокойной ночи и видеть что у них все хорошо и на ночь поцеловать своего ребенка вот тогда мы с вами будем счастливы и вот что я вам предлагаю я вам предлагаю жить полноценной жизнью полноценной жизнью в кругу вашей семьи ведь очень много я же не скажу ничего нового для вас в том что отец работает в россии мать работает в италии ребенок с бабушкой с бабушкой с дедушкой в лучшем случае мы только отсылаем с вами деньги и на этом все заканчивается но наши дети взрослее друзья мои и вы знаете что самое страшное то что если мы не даем нашим детям 7 лет домашнего воспитания мы же тоже с вами стареем мы не дождемся от наших детей отношения любви к нам возрасте когда мы уже не сможем себя содержать наши дети должны быть рядом возле нас но сколько не воспитывая своего ребенка он всегда будет похож на вас и он вам скажет а где ты был когда я рос почему ты сейчас вот со мной разговариваешь надета был когда твоей маме нужна была помощь поэтому друзья мои мы должны на собственном примере показывать как надо воспитывать своих детей и тогда жизнь мы проживем с вами правильно и еще не поздно все изменить именно сейчас все меня поэтому я вас очень прошу если вы готовы изменить если вы готовы сохранить свою семью давайте это сделаем вместе самое дорогое что у нас есть всех денег не заработаешь и мы с вами работаем но при этом мы же не ощущаем что мы заработали там какие-то крупные суммы денег нет мы же зарабатываем и отправляем это все детей надо кормить одевать и я разговаривал вчера с одной из наших соотечественниц и она говорит александр да я прошла тот же путь который вы пять часов утра вставала на работу сейчас хоть благо есть скайп есть ватсап я могу увидеть своих детей но я не могу их пощупать я не могу их обнять я не могу если надо дать попутки она сказала это что же в этом всем есть свои преимущества поэтому друзья мои интернет это все хорошо это все прекрасно но мы должны быть всегда рядом с нашими детьми и с нашими родителями давайте сделаем это с вами пишите мне пожалуйста создаем инициативные группы встречаемся и готовимся к серьезной работе которую мы должны с вами будем сделать в этот период времени в республике молдова и тогда мы с вами будем спокойны за будущее нашей страны спасибо вам огромное я короткий эфир как и обещал сегодня проведу очень рад что мы с вами вместе а мы уже стали часть семьи поэтому я буду переживать за вашу семью вы переживаете за мою семью и мы все вместе будем переживать за семьи каждого мы сохраним семью семейные ценности самое самое важное что у нас есть с вами был александр калинин всего доброго пока пока друзья